Владимирский Централ Знаменитую песню Круг посвятил своему другу, вору в законе Саше Северову. Первый вариант песни – Владимирский Централ Саша Северов. Владимирский Централ Хотя я банковал Но не очко обычно губит, а к одиннадцати тут. Владимирский Централ Свежая голубая краска скрывает ветхость строений. Первый корпус был построен 220 лет назад при Екатерине II. Это была единственная пересылочная тюрьма в Центральном регионе. Сюда этапировали катаржан для пересылки в Сибирь. Двадцатый век. Владимирский Централ – тюрьма для политзаключенных под управлением НКВД. Железные маски – так называли охранники сидельцев, с которыми было запрещено даже разговаривать. Сегодня в каждом режимном корпусе сидят особо опасные преступники. В одном – убийцы, в другом – насильники, в третьем – грабители. Правда, сотрудники тюрьмы делят заключенных всего на две касты – тех, кто подчиняется режиму и кто-нибудь. Мужик мужиком живет. То есть спокойно ходит на работу, по вечерам смотрит телевизор, читает газеты, книги. То есть общается со своими родственниками путем переписки, встречи на длительных свиданиях. Есть такая же категория, которая напрямую заявляет, что если я не жил по законам, я по ним жить не буду никогда. То есть я выпал в свой путь вороства, то есть краж, ну как я воровал, так и буду воровать. Тюремный порог. Осужденные ступают на него только два раза, когда поступают в тюрьму и покидают Владимирский Централ. На тюремном крыльце они в последний раз касаются земли. Из корпуса в корпус их водят надземными галереями и только по бетону. Единственный маршрут заключенного – 100 шагов от камеры до прогулочного дворика. Прогулочный дворик – это 4 шага вправо, 4 влево. В соответствии с европейскими стандартами стены покрашены в белый цвет. На прогулке зэки, как правило, просто сидят или разгадывают кроссовер. За громкие разговоры и крик на прогулке по тюремным правилам полагается штраф 200 рублей. Рыночные отношения дошли и до тюрьмы. Деньги вычитают из зарплаты за работу в тюремной мастерской. Злостных нарушителей режима водворяют в одиночку сроком до 6 месяцев. Конвой на прогулку – 3 человека. Один следит за зэками на парапете, остальные выводят из камер. Сопровождающие в любой момент ожидают нападения. Обычно нападают на слабых – совсем молодых сотрудников, новичков или женщин. Женщины особой категории тюремных работников. Они могут контактировать с заключенными в присутствии как минимум двух офицеров. Женщина один на один с осужденным – потенциальная заложница провокации для зэка. Ирина Владиславовна – единственное исключение. Сотрудники заключенной между собой называют ее «мама Ира». Она – тюремная библиотека. Это розы для «мамы Иры». Их делают заключенные из хлеба и дарят ей вместе с открытками из мраморной крошки. Они для меня читатели. А читатели – это, ну, любимчиков таких вот нету и нельзя, и зачем. А читатели, вот понимаете, у каждого, например, что-то как болит в душе, чего-то. А ведь библиотекарь – это как своего рода, как исповедник. Тюрьма старинная. В библиотеке накопилось много раритетов. От Камасутры до Шиллера начала XIX века на немецком языке. Классика пользуется большим спросом. Достоевские преступления и наказания. Только прибывшие заключенные берут фантастику, потом переходят на историческую литературу, затем на криминалистику, чтобы писать апелляцию. Эмили Ашуров решил перечитать труды известного адвоката Кони. Как суд приговорил нас за убийство, за разбойные нападения. Хотя, честно сказать, этого и не было. Надо это доказать. Ежедневно утром и днем староста церкви Павел Петров созывает на службу в храм. Храм – это специально оборудованная камера. На стенах – лики святых, на окнах решетки. Деньги на ее строительство выделили авторитетные братки. Все, кроме икон, сделано руками заключенных. Чтобы молельная камера стала настоящей церковью, на металлической крыше корпуса водрузили купол. Правда, из самой тюрьмы его не видно. Заключенные увидят кресты только, когда будут покидать Централ. Староста церкви Павел среди тех, кто большую часть своей жизни проведет в тюрьме. Я был разбойником, вымогателем, грабителем, разбойником. Я был плохим человеком. Занимался преступной деятельностью. Я жилею только о грехах своих, а я не жилею о том, что я получил такую срубку. Совершив множество преступлений, Павел ушел в монастырь. В какой-то момент он решил, что монастырские тяготы и лишения недостаточны для искупления его грехов. По настоянию братьев-монахов Павел решил покаяться публично. По совокупности совершенных преступлений суд дал ему 23 года лишения свободы. Здесь не говорится, что я нахожусь в узоре. Здесь нахожусь, как можно сказать, что в монастыре. Здесь мой крест, я его несу. 20-30 лет я буду нести, мне разницы нет. А здесь то же самое, как можно сказать, что в монастыре. Может, даже полегче в монастыре. Автобус для перевозки заключенных – подарок из Германии. Тюрьмы Северный, Рейн, Вестфалия и Владимира – партнеры. Как говорили раньше про города – побратимы. В Германии на таких автобусах заключенных возят на экскурсии на волю. У нас экскурсии с воли привозят к автобусу. Владимирский централ открыт для туристов. Экскурсии проходят два раза в день. После войны здесь находились видные деятели культуры, науки и искусства. Острые предметы и мобильные телефоны нужно оставлять за воротами тюрьмы. Туристы проводят в тюрьме два часа. Некоторым этого не хватает, и они доплачивают за экстрим. Заточение в камере, тюремный обед, обыск и прогулка под конвой. Руководство тюрьмы называет это профилактикой. После такой экскурсии мало кто захочет попасть сюда бесплатно.